Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова и мы продолжаем наше вещание. На дворе лето, а это значит, что сейчас полно работы у регионального министерства по туризму. Какие цели и задачи сейчас стоят перед ведомством? Об этом более подробно мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Подводный Кавказ-2023. Под таким названием пройдет пятая по счету горно-подводная поисковая экспедиция в горах Карачаева-Черкесии. По традиции помощь в ее организации оказывают региональные ведомства культуры и туризма. Что на этот раз будут исследовать члены экспедиции и кто будет принимать участие. Подробнее в нашем материале. Подводный Кавказ-2023. Под таким названием пройдет пятая по счету горно-подводная поисковая экспедиция в горах Карачаева-Черкесии. По уже сложившейся традиции участие в ней примут члены Русского географического общества, дайверы и специалисты по артефактам Великой Отечественной войны. Более того, в этом году к экспедиции примкнут участники специальной военной операции и их дети. В планах у организаторов исследование пяти высокогорных озер, расположенных в Гондарайском ущелье. Рассматривается также посещение Махарского ущелья. Обсудить более детальный маршрут и план экспедиции собрались представители Русского географического общества и сотрудники региональных министерств туризма и культуры. В ходе встречи поднимались как организационные вопросы, так и реализация этого масштабного проекта в целом. С российским географическим обществом сотрудничаем давно и плотно. Такие мероприятия, тем более с такой общественной обширной вовлеченностью, очень важны и для подрастающего поколения, для военно-патриарческого воспитания, и для увеличения туристической привлекательности региона, не говоря уже о военно-историческом, культурно-историческом наследии республики. В этом году планируется масштабное мероприятие с привлечением и волонтеров Центра патриарческого воспитания молодежи, с проведением поисковых работ на дне пяти озер Гондарайского ущелья. При прошлых поисковых работах были обнаружены и останки неизвестного красноармейца, и снаряжение, боеприпасы. В этом году, конечно, планируем намного больше людей охватить и больше общественный резонанс придать, и осветить это все действие, чтобы вовлечь в эту патриарческую работу и молодежь, и жителей. Более подробно о предстоящей экспедиции нам удалось поговорить с руководителем проекта Эрнстом Антоновым. Здравствуйте, Эрнст. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия в этом году планируются русским географическим обществом на территории Карачаева-Черкесии, и немного об истории взаимоотношений, скажем так, с местными министерствами. Я надеюсь на тесное сотрудничество с департаментами культуры, молодежной политики и туризма. Мы надеемся, что в этой экспедиции нам постоянно помогают местные жители, примут участие воспитанники военно-патриотических клубов с Карачаева-Черкесии. Условное название экспедиции «Подводный Кавказ-2023» мы себе не извиняем, у нас все время «Подводный Кавказ». В этом году мы планируем, что принят участие поисковики из города Санкт-Петербург, предпринят участие водолазы из Казахстана, если нам позволит пограничный режим и МУСПМФ формить программ пропуска, также жители Краснодарского края, Республики Адыгеи, ну и жители Крыма. Это серия мероприятий, это у нас уже пятое мероприятие в Карачаево-Черкесской Республике. Мы проводим здесь, при «Под эгидой», с помощью правительства Карачаева-Черкесской Республики, горно-подводные поисковые экспедиции. Чему посвящены экспедиции? Исследованию высокогорных озер. В первую очередь это связано с событиями Великой Отечественной войны, которая здесь происходила на главном Кавказском хребте. В свое время, три года назад, на озере Холега, мы нашли очень много артефактов, которые передали в музей Карачаево-Черкесской Республики, нашли останки бойца, которого перезахоронили. В этом году мы планируем новую локацию, это предположительно либо Махарское, либо Гондарайское ущелье. Там, по непроверенным историческим слухам, которые нужно проверить, для этого нужно нырять и работать, есть артефакты времен Великой Отечественной войны. Где конкретно планируется проведение поисковых работ в этом году? Известно ли уже название, может быть, озер? Рассматривается локализация пять озер. Какое именно из этих озер будет известно, когда мы дополнительно просмотрим архивы. Ну и, конечно же, посоветуемся с местными жителями. Мы для этого приехали. То есть у нас с собой в машине рюкзаки, палатки и все остальное. Мы проведем предварительную разведку, чтобы иметь более точные данные для экспедиции. Если брать в расчет опыт прошлых лет, чтобы вы могли сказать, какие результаты были и какие надежды вы питаете в отношении года нынешнего? Вы знаете, горно-подводные экспедиции, горы, это вообще большая-большая загадка. Да, это замечательная природа, замечательный отдых. Но мы едем работать, мы едем делать работу. Но если взять последние пять лет, то помимо того, что мы нашли и передали в музей Карачаева Черкесии, мы установили в вашей замечательной республике пять новых мировых рекордов. В этом году мы планируем, что удача к нам будет благоволить. Мы исследуем это новое направление и на дне озер найдем отголоски Великой войны. Еще чем достопримечательна наша экспедиция, что в ней будут принимать участие участники специальной военной операции и, скорее всего, их дети, воспитанники военно-патриотических клубов. Некоторые артефакты, например, вообще нельзя поднимать, если мы говорим о тех боеприпасах, которые не взорвались, которые опасны, представляют опасность. Те, которые позволено экспонировать, показывать людям, которые можно брать в руки. Например, это элементы канатной дороги металлической, которую построили немцы, гильзы, элементы горных печек мы передали в музей имени Варченко, станица Зеленчукская. Частично они экспонировались при проведении выставок Русского географического общества в Краснодарском крае. Стоит отметить, что в прошлые годы во время экспедиции «Подводный Кавказ» было установлено несколько мировых и всероссийских рекордов. Так была написана самая высокогорная подводная картина в мире. И состоялось самое высокогорное погружение в России. А еще были показаны элементы казачьих боевых искусств и сыграна самая высокогорная мелодия на флейте. Организаторы «Подводного Кавказа» 2023 года надеются, что и в этот раз экспедиция станет ярким событием не только для участников, но и для жителей Карачаева-Черкесии. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра туризма Карачаева-Черкесской республики Артем Александрович Овчинников. Здравствуйте! Здравствуйте! Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Артем Александрович, ну, лето в разгаре. Это значит, что туристический сезон, скажем так, летний опять-таки тоже в разгаре. Скажите, пожалуйста, как протекает вы, как профильное ведомство, наверняка держите руку на пульсе, чтобы могли сказать, как вот у нас началось и продолжается лето. Да, все верно. Сейчас уже летний, высокий туристический сезон в разгаре. Люди едут, люди гуляют, люди занимаются летними активностями. Вот по состоянию на 1 июля регион уже посетило более 1 миллиона 200 тысяч туристов. Достаточно такая значимая цифра. Очень много летних активностей. Экологический туризм у нас в регионе развивается уже как отдельное перспективное направление. Это пешие прогулки, конные прогулки, прогулки на квадроциклах, также на джипах. Так, очень популярный сейчас курорт Архиз. В пределах Софийской поляны очень много популярных локаций и маршрутов. Это такие, как Софийские озера, Софийские водопады, водопад Белый, озеро Запятая. Ну, люди едут, мы людей встречаем. То есть, все, как и полагается, в принципе, у нас летний сезон по плану идет, да? Получается. Каждый год наши курорты развиваются. Вы сами сказали, что уже на данный момент уже более миллиона туристов нас посетили. Соответственно, это означает, что развивается инфраструктура в курортных зонах. Вот хотелось бы узнать, что нового у нас появилось на курортах и, собственно, какие условия созданы для туристов? Смотрите, в поселке Донбай при грантовой поддержке в прошлом году предприниматель выиграл грантовый конкурс. Будет реализован туристко-информационный центр. Так как поселок Донбай является одним из старейших и популярных на территории Российской Федерации, и турпоток там ежегодно растет, в среднем его посещают около более 700 тысяч человек, вот будет реализована такая история, как создание туристко-информационного центра. Это сделано для того, чтобы гости, ну, наверное, и жители региона могли в одном месте узнать про все активности. Они, придя туда, могли узнать, куда им лучше сходить, какие есть развлечения, какие туристические точки притяжения, какие маршруты. Это все сделано для более удобного, комфортного пребывания туристов в регионе. Такое централизованное предоставление информации, не нужно искать по закону. Да, да, не надо там лазить в интернете, смотреть какие-то сайты сторонние. Все в одном месте будет сконцентрировано. Ну, как сказали, для комфорта наших туристов. Именно. Вы подчеркнули о том, что вот данный центр, он построен, скажем так, на грантовые средства. Да, проект реализуется в рамках грантовой поддержки. Вот министерство ежегодно как бы оказывает вот эту поддержку грантовую предпринимателям нашего региона. И вот в этом году точно так же идет такой конкурс. Вот давайте расскажем нашим телезрителям немного подробнее, кто может принять участие в данном конкурсе, на что должны быть направлены данные проекты и поступили ли уже заявки, может быть, поступают ли. Да, действительно, сейчас идет прием заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма. Прием заявок начался 26 июня и продлится он 30 дней. И 25 июля в 18.00 прием заявок закончится. Заявки поступают, мы все заявки своевременно принимаем, отрабатываем. Прием заявок в этом году идет по направлениям. Это обустройство пляжей, потом приобретение туристического оборудования, также реализация санитарных точек, так называемых саностановок. Но это, конечно же, не капитальное строительство. И обустройство национальных туристических маршрутов. Помимо поддержки малого бизнеса, министерством осуществляется ряд мероприятий различных, особенно в летний период. Хотелось бы узнать, какие запланированы на данный момент. Уже ранее в программе сегодня было показано о том, что экспедиция «Подводный Кавказ» при поддержке министерства будет осуществляться. Может быть, еще какие-то запланированы такие крупные и достаточно мероприятия? Да, действительно. В этом году запланировано достаточно крупное, масштабное, уникальное мероприятие, которое будет главным событием макрорегиона Северо-Кавказского округа. Это фестиваль «Притяжение 2023». Фестиваль пройдет в Карачао-Черкесской республике с 11 августа по 10 сентября. Главным им отличием будет... Месяц почти. Почти месяц, да. Он будет проходить на 10 локациях Карачао-Черкесской республики, включая самые популярные туристские локации. И все мероприятия будут проходить исключительно по выходным. Фестиваль организуется Министерством туризма и курортов региона при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Особенность фестиваля станет его масштабность и уникальность. Старт будет дан на территории ВТРК «Архыз» и закончится он уже в городе Черкесске. Также пройдут мероприятия в городе Карачаевске, на Софийской поляне, на Медовых водопадах будет очень такое глобальное мероприятие. Там пройдет фестиваль воздушных шаров и фестиваль воздушных змеев, что до этого у нас, насколько мне известно, в регионе не делалось. По крайней мере, в таком масштабе у нас еще не было. Данный фестиваль, я так понимаю, направлен на популяризацию наших туристических направлений, да? Да, да, все верно, на популяризацию тур продукта региона. Ждем гостей из Северо-Кавказской Федеральной Украины, из ближайших регионов, ну да, и со всей России. Я думаю, всем будет интересно и увлекательно посмотреть это. Тем более, есть возможность посмотреть не только в рамках фестиваля одну определенную локацию, а это будет такое небольшое путешествие по Карачаевской Республике, если человек именно приедет на фестиваль и будет... Задействован активно, да? Да, и будет задействован активно посещение. Он увидит всю красоту нашу, да? Так что, дорогие телезрители, хотелось бы напомнить, запомните, с 11 августа по 10 сентября, правильно? Да. А у нас в Карачаево-Черкесии будет проходить масштабное крупное мероприятие, фестиваль притяжения, да? 2023. Вот как раз-таки и узнаем, чем вот так притягивает Карачаево-Черкесия туристов из разных регионов. Уже неоднократно говорили о том, что туристический поток ежегодно увеличивается, соответственно, нужно где-то размещать туристов, которые к нам приезжают. Растет ли наш номерной фонд, может быть, расширен или пока что еще вот как и было? Нет, безусловно, номерной фонд растет. Это благодаря также и грантовой поддержке, которую мы оказали в прошлом году. Там мы поддерживали предпринимателей, которые обеспечивают реализацию по строительству модульных некапитальных средств размещения. Увеличиваются койко-места. Мы пытаемся также подтягивать сервис, чтобы люди приезжали, оставались довольными именно нашим сервисом. Гостиницы развиваются, их уровень увеличивается. Мы периодически за этим следим, наблюдаем, ведем мониторинг туристских территорий. Ну и себе отмечаем уже, скупаем койко-места. Что ж, Артем Александрович, спасибо вам большое за то, что вы поделились достаточно ценной на сегодняшний день информацией. Мы будем надеяться, что летний сезон будет также активно у нас продолжаться. Ну а впереди подготовка уже к зимнему. Наверное, маячит и министерство вплотную уже, я думаю, готовится к этому сезону. Да, да. Что ж, спасибо вам большое. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Ровно через неделю смотрите очередной выпуск программы «Доброе утро».